ПЕЧОРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ Воскресенье мы весь день обсуждали, что бы мы хотели сделать, как мы хотели бы это изобразить. Не просто поставить манекены, а сделать выставку, сделать фотозону в нашем классе. Ну и с понедельника с утра у нас началась работа. Два дня мы работали, понедельник, вторник, приносились дома все, что у нас есть, какие-то осенние атрибуты. И украшали наш класс. Вчерашние школьницы оказались достаточно талантливыми девочками. Они быстро очень впитывают всю информацию, которую я им говорила. Например, если что-то где-то не получалось, подходила, подсказывала и сложности вообще не составила. Хотя прически есть достаточно, вы видите, сложные. Внешние косы, есть у нас плетение на основе жгутов. Не каждый мастер может это выполнить. Поэтому работами я очень довольна. Ира Горечевская приехала из Кировской области специально, чтобы в Печорском техникуме получить профессию парикмахера. На конкурс она выполнила довольно сложную прическу. Это коса снаружи, она плетется наоборот. То есть не так, как мы плетем обычную косу, а наоборот. И плетем мы по кругу. Заворачиваем все это в розочку. Я с садика занималась прическами, мне все это нравилось. И я хотела работать с волосами, подстригать и плести. Мне все это нравится. Кристина Цапкина с пятого класса практиковалась. Делала прически маме и одноклассницам. Говорит, легко это, но очень интересно. Сначала брались прически так же, как и на основе этой прически. То есть коса на выворот, когда пряди подбираются не наверх, а под низ. И распушаются при этом, доплетая от лба, можно сказать, до середины. И доплетая до конца обычную косичку, потом закручивать ее в розочку. И чтобы основные волосы просто так не висели, решила накрутить. Я уже давно хотела именно идти на парикмахера, потому что мне это интересно. То есть мне всегда, мне даже взрослые, многие знакомые, мамины говорили, что если есть талант, если есть интерес, то надо идти именно туда, куда душа лежит. Сейчас самые популярные аватарки в социальной сети ВКонтакте сняты студентками в фотозоне, которую они сами же и построили. А еще каждый желающий мог проголосовать за любую понравившуюся прическу. Результат приз зрительских симпатий достался Ольге Крутоголовой. Ее работа шла под номером 9.